так парни всем привет сегодня будем гонять в мото гонки на острове остров я не знаю летите как там у них правильно чем заботит это короче гонки по целому острову длиной 60 километров но сегодня мы так гонять не будем потому что трассу надо изучать эти придурки не сделали перемотку друзья мои теперь когда вы падаете вы не можете отмотать трек назад запомнить почему упали запомнить тормозную точку или либо крутой поворот перед которым надо тормозить а вы просто падайте и подъезжайте к этому повороту уже на малой скорости то есть вы его не запоминать и да потому что перед этим вы ехали к этому поворота на большой скорости вот этот бред вообще мне непонятен это маразм и во первых если бы упали на большой скорости вы бы разбились на хрен блять вообще и поэтому мы сейчас проедем пять кругов в англии на британском мотоцикле сейчас я настрою другом друзья поставить пять кругов поставлю нормально но этот режим нормально то есть не нормальный то здесь восприятие скорости она другое то есть картинка движется на вас слишком быстро будто у вас не 200 километров в час вы едете целых там тысячи километров в час то есть настолько быстрая картинка на вас движется вы не успеваете понять перед вами уже поворот или это еще прямая то есть вот восприятие глаза картинки то есть к скорости она неправильно она очень быстро но сейчас мы поездим пять кругов в британии вот на британском мотоцикле здесь кстати никак брать здесь звук у этого мотоцикла мне очень понравился он грубый он низкий погнали погнали давайте послушаем и звук и ветер спецэффекты здесь сделаны на ура просто классно а Продолжение следует... Заметили, парни, здесь перед поворотом шлем у меня, то есть камера из шлема, ну, короче, взгляд пилота, голова пилота поворачивается на поворот перед поворотом. Блин, это очень шикарно, ни в одной игре с мотоциклами такого не было, вообще, это впервые. То есть вот я подъезжаю к повороту, и у меня голова пилота поворачивается на поворот заранее, перед поворотом. Вот сейчас смотрите, я буду подъезжать к крутому повороту. Вот, видели? Повернулась голова. Такого не было. Это вообще шикарно. Вот здесь плюс огромный просто. С видом открытого лица здесь огромный плюс. Поставил изменчивую погоду, друзья. Здесь нету дождя. Здесь меняется погода от солнышка до очень пасмурной погоды с ветром и туманом. То есть вот-вот должен пойти дождь, но он не идет. Дождя здесь нету. Но здесь вот в такую пасмурную погоду, которая сейчас поменялась от солнышка, пасмурную, плюс туман и ветер. То есть ветер здесь заметен, потому что он гоняет листья, а он гоняет... Ну, в принципе, ветер заметен. Ну и потом, типа, он разгоняет весь туман, облака, и снова появляется ясная погода. Как бы вот так. КОНЕЦ 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 Вот эти капли грязи сначала идут на ветровом стекле, на мотоцикле, а потом только у вас на забрали шлема, да, появляются пылинки, грязь, и она, вы знаете, она, они разные, они вот когда, то есть если на ветровом стекле мотоцикла грязь, она статична, она просто стоит, а здесь она двигается на шлеме, то есть вы поворачиваете головой, вот пилот двигается, и она двигается, блин, ну вот это прикольно сделано, вот это надо во всех мотогонках это сделать, и поворот, еще раз повторюсь, вот поворот на головы, на поворот, это вообще шикарно, это вообще просто класс, парень. Это вот уже приближается к тому, что скоро можно подключить опентрек, либо, ну, очки виртуальной реальности, чтобы пилот сам, игрок, поворачивал головой на поворот, то есть это вообще будет шикарно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это не реально просто, это не реально, такого быть не может. Я на своей машине ехал 200 км в час, и картинка как будто вообще на месте стояла, вот такое ощущение, что машина стоит просто на месте. Хотя я понимаю, если что-то сейчас случится, машина, в машине такая энергия заряженная, такая энергия в машине будет, что меня просто не соберут потом, если что случится. Но картинка сама, визуально, вот, то есть примерно с километра буквально все стоит, дом, дома стоят на месте, лес практически стоит, здесь все движется. Здесь такой скоростью на вас это все движется, вот я не успеваю следить за поворотами, то есть они очень быстро к вам приближаются. То есть вот это нереально, они сделали где-то, что-то? Визуализацию скорости очень неправильно сделали. Так, вот видите, солнышко выдвинуло. То есть, ну вот опять, смотрите, еще есть минус, то есть поменялись облака, да, то есть они двигались, они менялись, они шли по небу, то есть они поменялись. А вот на земле облаков нет, то есть движения облаков, теней от облаков на земле нет. Вот это тоже минус. Хотя все смотрится очень красиво, шикарно. Вот в рай 3 у этого мотоцикла очень высокий тон. Он визглявый такой, вот, блядь, какой японский мотоцикл он меня раздражал, блядь. Вот здесь звук у него, блин, шикарный. Может это просто модификация какая-нибудь другая. 19-го года вот такой звук у него. Вот такой звук шикарный. Вот такой звук классный. Как у Ducati практически. Отлично. 5 кругов проехали, я первый, замечательно. Повторы здесь, ну, парни, повторы здесь сделали ужасно. Камера ТВ, которая показывает красоту мотоцикла, его движения. Ее нет. Во-первых, сам пилот, он ужасный. Посмотрите, руки в локтях. Это просто сосиски. Маленькие сосиски, которые вообще просто, они болтаются как угодно вообще. Движения тела. Тело очень кривые, очень, очень резкие вообще. И снова видно, что они проработаны. Смотрите, одна камера ТВ и опять 20 камер. Не пойми откуда, зачем. Я вот только с видом таким проехал. Вот так я хочу смотреть на мотоцикл. А где квадрокоптер? Где движущая камера, да? Которая едет параллельно с мотоциклом и снимает его, да? Нет, да. Где камера с квадрокоптером, который едет навстречу мотоциклу, летит и снимает его, да? Или там рядом с ним летит и снимает его сразу градусов. Блин, ничего нет вообще. То есть опять над повторами не работали вообще. Это вот как версии 7. Игру замутили нормально в RC7. А повторов нет, блядь. Там как можно вообще. Человечек при торможении тоже кивает головой. Ну не кивает он так головой при торможении. Ну а так кивает головой, то когда, блядь, не ёбнешься об стенку, блядь, вместе с мотоциклом тогда, блядь, не киваешь. И там машину в банках чужую, уперся, блядь. Тогда и кивнёшь головой, да, блядь, от толчка. Но здесь нет никакой толчка, блядь. Здесь кивает головой, но некрасивый, да, и правильно. Здесь вот надо работать, я не знаю. Если бы они меня слушали, то я с ними только радишьниками никого не слушаю. Показывать больше нечего. Вся вот такая движение самого пилота. Смотрите, руки как сосиски, выкручиваются куда-то. Чё, блядь, нико я не знаю. Бахтон хоть вообще не смотри, блядь, за пенсию. Ладно, погнали дальше, парни. Сейчас мы всё-таки будем, начнём, парни, изучать сам остров Тити. Остров Тити, да, так интереснее, веселее говорить. Тити, да. И проеду сегодня два отрезка. Я их попытался изучить, два отрезка, блядь, я переигрываю. Раз, наверное, сейчас скажу, раз в 50, друзья, вот эти два отрезка. Если бы была перемотка, ну, конечно, я раз в 5 бы проехал, 6, и, в принципе, запомнил бы. А раз в 50 я здесь проезжал, вот здесь можно ставить отрезки. Но первый отрезок я уже хорошо знаю, сейчас я поставил второй ещё отрезок, добавил. Так что попробую его проехать. Как бы вот так. Здесь не влияет, короче, сложность легко, нормально. Здесь вы стартуете отдельно, разделе старт. Ну, я поставлю нормально, друзья, чтобы хотя бы понимать, с каким временем ездят боты. Ещё раз думаю, сложность нормальная. Давайте, да, выберем другой мотоцикл. Давайте я пройду вот, я пройду на BMW, вот на этом, потому что у того ужасно раскраска. Здесь остальные машины, вот Kawasaki ещё хороший. Honda снаружи симпатичный, но кокпит у неё ужасен. То есть там внутри вообще ничего нет. Там просто вот это плохо проработанное, плохо проработанный обтекатель. Там даже непонятно, из какого материала. Просто красная текстура и всё. И какой-то один прибор, всё. То есть там нищая сброска вообще. Ни усилителя руля, ничего там нет. Там вообще ничего нет. Я пойду на BMW и поменяем раскраску. Ну, зелёный как-то цвет краски. Это какой-то... Это вообще бабский, блядь. Уродские раскраски. Чёрный как привлекательный, чёрный на кокрасу. Он на повторе блок смотрится. Возьмём красный. Вот у этого лысого Черина. Поедем за этого лысого Черина, короче. Второй отрезок я проехал буквально пару раз. Не помню его. Ну, вот. Как проеду, так проеду. Первый участок я более-менее выучил, но всё равно ошибаюсь. Я не знаю, как бы я все 60 километров выучу. Это будет, наверное, к следующему. Острову Тити-3, наверное. Я как раз к концу года не проеду этот остров. Что-то мне подсказывает, что они всё-таки введут перемотку, потому что так ездить нельзя стрибить, нельзя так точно. Но изучать, что там такие огромные территории тоже невозможно. Скорость нереальная, блядь, я не могу превышать. Субтитры сделал DimaTorzok Вот здесь наш шерсть. Всё, вот здесь я уже практически не помню, не клянаю. Ориентируюсь только вот. Там далеке просветы между деревьями. Вот на этот просвет я еду. Ну и по полоске посередине. Там, где просвет между деревьями, там значит дорогу прорубленную. Вот здесь надо было на полной скорости ехать. Видите, я чуть в стену не въехал, потому что скорости не было. А руль был уже вывернут. Видите, вторую часть ни хрена не помню. Вообще не помню. Видите, четвёртый пришёл, 3 секунды я проиграл. Как бы вот так. Вот такая хрень. Я говорю, к концу года, быть может я, к концу года, к новому году я проеду все 60 километров. Без ошибок. Без перемоток выучить нереально. Вы задолбаетесь просто. Даже, допустим, они рассчитывали. Человек упал, он должен встать на обратно. Чуваки, сука, если я упаду на такой скорости, блядь, меня не соберут. Я труп наху. Понимаете, блядь? Они ни в кое я, походу, не понимают. Надо изучить трассу. Как я изучу трассу? Ну, или хорошо, я на маленькой скорости буду пружить ещё полгода, блядь. Но мне-то нужны большие скорости. Сделай перемотку. Лучше всё равно это, блядь, это ангад уже. Это симулятор. Поведим, это не ездит так водоциклой. Сделайте перемотку, чтобы я изучил, блядь, тормозные точки поворота. Отмотал там обратно и на этой же скорости к нему подъехал. Если я упал и встал, то всё, в следующем повороте я подъеду на другой скорости, на более маленькой. И тормозная точка будет другая. Нихуя порылонь, как баран опять. Испортим всё настроение от обогрева. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кроме восприятия скорости и то, что нет перемоток, это просто ужасно. Ладно, друзья, если понравилось, ставьте лайки. Я буду прощаться, парни. Всем пока. Всем пока.